Знаменитый советский актёр Георгий Жёнов почти всю свою молодость провёл в лагерях и ссылках, и в 40 лет ему пришлось учиться жить заново. Часто актёра спрашивали, за что он сидел. Ответ Георгия Степановича был простым – ни за что. Но такой ответ мало кого устраивал. Когда Жёнову был уже под 80, он снова побывал в местах, где началось его заключение – в знаменитой питерской тюрьме «Кресты». А вы сколько георгий спят здесь? В «Крестах»? Почти два с половиной года. По какой статье? По какой статье? Без статьи. У меня особое совещание. Подозрение в шпионаже. На семью Жёновых власти обратили внимание после убийства Кирова в 1934 году. Старший брат Жёнова, Борис, был исключён из института, арестован и приговорён к семи годам лагерей. На Колыме Борис Жёнов не вынес ни человеческих условий жизни и умер от Пелагры в 1943 году. Остальные, члены семьи Жёновых, отец, мать и двое сыновей были отправлены в ссылку в Казахстан. Георгий Жёнов, который на тот момент был действующим актёром и активно снимался в кино, ехать в ссылку наотрез отказался и был арестован. Но по ходатайству режиссёра Герасимова был выпущен на свободу и отправлен на киностудию «Ленфильм». В то время Сергей Герасимов снимал свой фильм «Комсомольск» о том, как вахта молодых комсомольцев строит город Комсомольск на Амуре. В эту картину он пригласил Георгия Жёнова. Фильм снимался прямо на месте событий на берегу Амура. Жёнов выехал на поезде в секретный на тот момент город. В одном вагоне с ним ехали Николай Крючков и Пётр Олейников. В поезде Георгий Жёнов познакомился с американским военным атташе, который следовал во Владивосток. Их беседу зафиксировали сотрудники НКВД, что послужило поводом для обвинения Георгия Жёнова в шпионской деятельности в работе Жёнова на американскую разведку. 5 июля 1938 года Георгия Жёнова приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей и этапировали на Колыму, где уже находился его старший брат Борис. 4 года Георгий Жёнов отработает на золотом прииске, затем будет лесоповал и должность водителя-экставатора. Когда срок заключения подошёл к концу, Жёнова вызвали к начальству и вручили официальную бумагу с гербом. Оказалось, что он получил ещё 21 месяц лагерей. Только в 1945 году за примерное поведение и ударный труд Георгия Жёнова освободят. Однако уехать с Колымы на материке ему удалось только через полтора года в декабре 1946 года. В столице жить и работать Жёнова было запрещено, и актёр устроился на сцену провинциального театра в Горьковской области. В 1949 году его снова арестовали, и обвинив опять-таки в шпионаже, по статье 58.6 отправили в ссылку в Норильск. В Норильском заполярном театре Георгий Жёнов проработает до 1953 года. Там Жёнов познакомится с Иннокентием Смоктуновским, который работал в этом же театре. На Большую Землю Георгий Жёнов вернётся летом 1954 года. В 1955 году он будет полностью реабилитирован и оправдан за отсутствием состава преступления. В общей сложности Георгий Жёнов провёл в тюрьме, лагере, пересыльных пунктах и ссылках 17 лет. Он много раз мог погибнуть в суровых условиях Колымы, но тем не менее остался жив, сделав блестящую актёрскую карьеру и став знаменитым на весь Советский Союз. Георгий Степанович Жёнов умер в 2005 году в возрасте 90 лет. До конца жизни он повторял одну и ту же фразу «Самое выносливое существо на свете – это человек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова